Здорово, ребятушки! С вами Аллатушки, и начинаем мы сегодняшнюю серию вот отсюда. Уже за этими ямами я их пробежал, но я до этого еще пару раз упал. Там очень из-за местной физики, очень неудобное место, решетка открывается. Ты цепляешься чуть-чуть плечом, теряешь каких-то полсекунды драгоценных и уже не успеваешь пробежать, но зато есть очень короткий путь прямо к этому испытанию. Ты прямо вот после клетки с горящей решеткой заходишь направо, и ты уже возле испытания. Я решил сначала пройти испытание, да, у меня нет карты, но походу оно, ну, грубо говоря, безвыходное, то есть нам придется возвращаться. Поэтому я решил, что сначала мы глянем на испытание, потом мы пойдем добывать ресурсы, ну, то есть зелья, шмотки, исследования, карту, потому что каждый раз все это добывать, потом случайно сюда падать, ну, как-то не камильфо. Это что было-то? Это тоже было на скорость, да? Там что-то рычало, между прочим. Мне не понравилось то, что оно там рычало. А как я отсюда выходить буду? Ладно, если что, в ней сохранение, да? Тут все рассчитано на рычаги и на скорость. Черт, это... А что это делает? Слышите, оно тикает, оно все на скорость. Оно все на скорость. И там еще что-то рычало. Вот то, что рычало, мне не очень понравилось. Все, вот видите, я зацепился ногой, и все, я уже не успел. А как? Погодите, а как? Это что-то не зря, да? Камень, стул. Этот камень не двигается. Так. Возможно. Возможно. Поставь его, пожалуйста, вот так вот. Вот. Ну-ка. Это сработает так, как я считаю, или нет? Чтобы эта штука потом не закрылась. Хе-хе-хе-хе, сработало. Окей. Погодите, а тут... А я теперь ту дверь, как теперь открою, через которую я пробежал? Ёлки-палки. Стульчик наше все, да? Вообще, по-хорошему, если бы можно было... Попросить напарника... Это все делать. Но с напарником я сюда не пошел, потому что он бы... Просто провалился там, к черту. А это ничего не делает. Это ничего не дел... А, тут есть... Нужно два рычага? В смысле? Да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok 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 Возможно, это проходилось бы с напарником гораздо проще, но я повторюсь, что я думаю, что напарник упал бы к черту, пробегая там. Кнопка в стене, спасибо. Которая нам открывает ту решетку. Субтитры создавал DimaTorzok Ладно. Это открыло нам вот эту дверь. Теперь у нас есть ямы и проход. И четыре! Пять рычагов! Вы издеваетесь! И опять всякие доски, плиты, чего угодно. Вы мне предлагаете это опять все замыкать? Так, перед тем, как дергать, давайте сюда глянем. Здесь решетка. И проход туда, к еще одному рычагу. А здесь ямы, собственно, через которые я не про... Возможно, одна, возможно, несколько. Давайте угадывать. Давайте думать. Давайте смотреть. Во-первых, ты. Ясно. Его тоже нужно чем-то поджимать. Возможно... Давайте смотреть, что мы возьмем. Возможно, вот эту досточку. Иди сюда, пожалуйста. Я поставил досточку так, что рычаг не было видно, да? Так, она его не перекрывает. Я думаю, нужно вот таким вот образом, да? Хорошо. Так, ты считаешься в открытом положении или нет? На время. Отщелкивается. Я думаю, все четыре надо дернуть, да? Так. Так. Поверяй. Пройди! И здесь тоже на время. или не на время а интересно что это за рычаг ладно пока его не буду дергать мне вроде как все разрешается пройти дальше чёрт тут много этих ловушек это очень странная серия сегодня у нас ребят я здесь не был ни раз стать тут лавочка то можно пройти сюда можно пройти туда а тут тоже решеточка двойная ладно она пока не открывается пойдемте сюда но честно у меня до сих пор есть сомнение что я смогу это пройти но посмотрим вся эта система с заклиниванием рычагов мне очень сильно не нравится так если уж по чесноку а это случайно не да это то же самое место зачем она мне я могу каким-то образом оказаться внутри дернуть тот рычаг но что мне это даст да не не скажу что мне прибавляет уверенности отсутствие карты можно пойти дальше тут вроде как ничего скрытых камней нигде никаких не видно что ли эта фишка в том что наверное да мне все таки стоило бы взять карту для того чтобы а у меня уровень приехал я не уверен что я хочу сейчас уровень погодите а вот это так оно должно было быть или где я запутался да я это признаем я запутался окончательно куча всего что блин а это плита я понял это нажимная плита мне на нее положить что что угодно им подойдет или ну пойдем бревнышко вот это кину но она мне откроет нет слишком далеко я не могу это взять да она мне откроет пол а зачем мне чтобы пол открывался возможно да она мне открывает пол но при этом не открывает ни одну из этих решеток значит где-то была еще одна нажимная плита которую я упустил надо походить посмотреть я чё-то думал что они возможно тут будут но вот еще одна так погодите это мне ничего не дает это конечно все здорово но она мне ничего не дает вы хотите чтобы я поэтому прошел обратно вы серьезно я когда-то себе мостик уже строил это было это закончилось не очень хорошо как же это бесит что нельзя нормально вещи перемещать это прям вот раздражает то есть перемещение вещей здесь сделано честно очень не очень а этого хватит вроде хватит давайте да она как тебя ровно то положить а вот деревяшка ты чертова ты можешь и вниз как-то опустить вот вниз не на голову себя вниз пожалуйста о спасибо то есть по идее по этой штуке теперь могу пройти и что-то то есть где-то есть скорее всего еще и третья плита которую я не нашел так деревяшка валя отсюда ящик ничко это ящик или не ящик это можно это просто крышечка от ящика какого какой вес нам нужен на плите чтобы она нажалась если ну понятно что мы просто деревяшка нажали нам не нужен полностью и вес человека нам нужно хоть чуть-чуть но сколько это чуть-чуть иди сюда этого не хватает нужно еще крышки нам хватит ну а чертовы блуждания по чертовым катакомбом до этого хватит теперь секундочку давайте сходим обратно убери к сходим обратно и поищем третью плиту тут-то я перейти смогу получается на а у нас тут тоже вон досточку дают одну одну досточку и длинные бревна и не уверен что бревна это хорошая штука для того чтобы перейти давайте мы ее тоже подтащим для того чтобы если что по не перебраться ты можешь пожалуста блин ты можешь пожалуста блин ты можешь пожалуста блин нет на самом деле вот эта штука здесь сделано просто ужасно тут есть у нас одна досточка давайте а вот смотрите тут тоже есть тут везде есть досточки везде можно сделать грубо говоря по две доски по двум доскам уже можно пройти я считаю ну если не делать так как я прошлом прохождение ты можешь их подогнать немножечко спасибо ну ладно тут более-менее мостик окей тут я же как раз подозревал что у нас тут это плита не плита вот это чтоб что под этой штукой находится она у нас недостаточно длинная до для перехода нам будет посмотреть по моему недостаточно еще одна штука есть нет еще одна плита тут лавочка кстати я теперь смотрю любые возможности чем можно было бы тут тоже лавочка я думаю что блин их должно быть три по идее нет тут два нет но эти мостики явно относятся не к тому и эти мостики относятся явно не к тому что будет если ох я об этом пожалею это же не на время надеюсь что нет так это мы подперли это мы прошли сюда это было все на время хорошо ладно 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 что если причем к вот этим вот они к ним тоже есть отдельно вот эта штука на это очень странно хорошо по сути плиты у нас две нажимные ну давайте мы на обе на хотя мы уже на обе нажимали мы просто не видели что происходит возможно открывается вот эта дальняя дверь точно мне нужно через нее пройти нажать внутри рычаг я думаю что вот это то что происходит пойдем если у меня это сейчас получится я думаю что как раз в этом и фишка то есть нажимаем вот это спасибо блин нажали мы открываем ту дверь нажимаем вот это открываем эту дверь пожалуйста очень аккуратненько проходим открылась открылась не дальняя а как аж что блин я думал вот это откроется а зачем может может теперь то открылась ну-ка 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 стоп я думаю что я пытаюсь найти логику если у нас есть две ямы которые нам нужно перейти какая была бы логика для того чтобы это все сделать а я чуть не сдох блин только что вы чё тут нельзя бегать теперь должна была та клетка открыться да теперь открылась вот эта чертова клетка ладно ладно это что-то новое по крайней мере так что у нас тут опять есть у нас тут стульчики табуреточки вроде как никаких секретных кнопок стена ворота там рычаг на стене я тоже видел и тут какой-то рычаг а внутри очень странный тупичок тут какой-то проход с еще одним рычажком и тут еще один рычажок а чё ж так просто то все и тут у нас двойная решетка которая ведет к чему-то ну давайте смотреть что можем сделать что из них будет на время что из них будет не на время главное пожалуйста чтобы оно не было на правильный на правильный порядок нажатия рычагов потому что это будет чекануться а время нет я не успею вы чё это нужно нажать 3 и это невозможно или в эту сторону нажать 3 наверно в эту сторону погодите а молодец упал да я думаю в эту сторону а в ту сторону пробежать этот самый долгий этот самый долгий этот самый долгий поехали а и как и и какая дверь открылась где я что-то открылось вот эта дверь открылась да а вот это нет я вижу что у нас уровне по приходили я специально наверное а зачем а это чтобы вот этот рычаг дернуть и побежать туда так твари а Субтитры создавал DimaTorzok 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 я хожу кругами или по крайней мере мне так кажется да я вернулся к этому же милочку у нас тут направление на на восток нет на запад на запад направления я могу что я могу я могу все эти двери конечно по открывать какими-то там табуретками всякое такое но я могу эту же штуку сюда притащить м м Продолжение следует... 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 да и тут и здравствуйте а вот этого а вот этого я раньше не видел блин а вы же не будете мне говорить что это огненная вот это вот фигня не так это не подымается и я так понимаю что это последняя дверь которая мне надо открыть ну-ка сейчас я посмотрю на карту по идее другого выхода из этого лабиринта нет есть где две двери одна сюда сейчас посмотрим и она ведет нас пойти вот сюда вот в закрытую комнату х так и есть да есть закрытая комната есть сундучок и есть это все хорошо давайте раз уж мы сюда пришли мы пришли тут он а еще один совет который мне дали внимательно читая свитки я сначала не мог понять какие но теперь я думаю что это вот пройти свитки мне говорили в этой комнате блин хорошо что я там ничего не успел понажимать я так предполагаю что там вот стоять небезопасно там или железки схлопнутся или меня сожжет из-под земли поэтому давайте по очереди значит так старый свиток дарин пожалуйста сообщите найсу и на из что он идиот всего несколько солдат могут уверенно управляться с механизмом без инцидентов они даже не понимают что делают неправильно хотя ясно что все не так просто как он хотел бы у нас уже было несколько инцидентов а теперь я должен учить их предосторожностям дабы избежать сожжение сожжение я был прав что вот это окей окей мое чутье меня не подман не подвело на этот раз там не все так просто но я еще думал что там будет вот и железный капкан будет срабатывать хорошо в ответ на неожиданную промашку мы установили мы установили гениальный механизм найса в качестве окончательной предосторожности против вторжения его могут обойти только те кто знает принцип работы просто нажимаете все внешние кнопки но не ближе 2 от предыдущей внешние кнопки не ближе 2 от предыдущей прежде чем приступите к работе это безусловно держит их вне зависимости от умственно удержит их независимости от умственных способностей так я принцип понял теперь вопрос заключается в том какая очередность то есть на любую внешнюю можно нажать или же там есть какая-то стартовая кнопка так ты просто свечка да и знаете что было бы неплохо ребят было бы неплохо какой-то лутецкий сюда положить раз уж я сюда дошел . . у нас ничего не вот тут есть этот но в нем ничего нет верхняя часть они же одинаковые да да то есть так то а что находится у нас за той комнатой там будет еще одна комната на выход так тут тут у нас тоже никакого лута нету это просто комната со свитками кстати видимо да тут ничего стол у нас без ящиков тут фишки стеклянная фишка а зачем они мне они же вроде нигде в игре не понадобится правильно так я понял чтобы избежать сожжение хочу вам торжественно заявить что если сейчас я сдохну здесь то я не пойду второй раз в гробу и это видел так в ответ на неожиданную промашку мы установили гениальный механизм в качестве окончательного окончательной предосторожности против вторжения его смогут обойти только те кто знает принцип работы просто нажимайте все внешние кнопки но не ближе двух от предыдущий то есть каждую третью я правильно понимаю минутку 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 внутреннюю не трогаем есть достань ты пожалуйста так внешние кнопки если я пока не нажимаю просто держу мышью если нажимаю вот эту первая не ближе 2 2 3 4 5 6 7 8 так мы нажмем все кнопки так я понимаю стрёмно-то как я не могу полностью сойти с этой штуки блин был бы был бы я персонажем я вообще залез бы на стенку как человек-паук и кликал бы эти кнопки оттуда так хорошо еще раз нажимайте все внешние кнопки но не ближе 2 от предыдущий а верхняя не нажимается если чё но я нажал все верхние кнопки чё теперь центральную надо нажать там про центральную ничего не говорилось про центральную кнопку мне никто ничего не говорил сказали бы потом нажмите центральную или еще что то такое мне интересно еще что вот это вот за ящики они не кликаются они не открываются не поднимаются с ними ничего не происходит ну ладно дверь я открыл по крайней мере это оказалось без подстав хорошо игра чем же ты меня вознаградишь комодом и сундуком в комоде у нас рубашка никчемная к сожалению к сожалению и вот на ящичек я возлагаю некий о тут у нас меч кстати но мечи мы уже находили и меч на самом деле не является каким-то приоритетом ну грубо говоря это двойной топор надо выкинуть к черту что здесь здесь у нас защита для головы кольчужный капюшон который я безусловно одену и у нас тут есть подшлемник кожаный он вместо капюшона или вместе он вместе хорошо и у нас тут есть неплохие наплечники да которые тоже одену хорошо голову мы укрепили довольно неплохо согласен дайте еще что-нибудь это билл а у меня есть билл я вообще наверное возьму мне один хороший билл не помешает так меч ну на этом этаже меча лучше не найти это правда а второй сундучок есть хорошо а тут есть опа тут есть огромнейший шлем да два мини-удобства но я его одену это он даже не ржавый суперски мы обычно вот такой вот ржавый шлем получали то ли на втором то ли не даже не на втором на втором с половиной помните вот этого скелета крутого которого я в прошлый раз убил потому что он заглючил вот с него падал такой ржавый шлем а хороший такой шлем мы получали только на третьем этаже так у нас прямо голова сейчас очень хорошо защищена блин ну как бы да я доволен стоило ли оно всего это вот это вот испытание не знаю не уверен тут сапоги еще полтора колюще полтора я там сапоги посерединке нашел теперь ну вот вот эта комнатка довольно неплохо меч и очень хорошая защита на голову то есть и подшлемник и кольчужный подшлемник и этот шлем очень хороший качественный да он большой тяжелый я понимаю но для этого этажа этот шлем просто очень хорош ладно теперь мы знаем как это работает теперь мы знаем что это такое хорошо теперь нам нужно выбраться у нас тут есть у нас тут есть прямо уже здесь выход из уровня вот он но я туда сейчас не пойду по понятным причинам во первых нам нужно все еще вытащить нашего напарника но я пойду сейчас в эту сторону потому что там есть рычажок который нам нужно дернуть я пойду сейчас дерну просто чтобы создать нам шорткат пока я здесь все равно я сюда уже не придут до самого конца уровня то есть мы сейчас пойдем дальше исследовать но как мне кажется что на этом исследование собственно то они и потихонечку и под заканчиваются у нас на первом этаже что у нас осталось у нас так это мы откроем сейчас я даже наверное предпочту пойти через эту сторону привет сейчас я потихонечку определюсь где это и как это и как не вернуться это дверь тут да это дверь а куда а это вот это заваленное которое то здесь мы находили ключ изначально хорошо значит так мы сейчас быстренько через уже изведанные территории тут не осталось агрессивных чувакова даже если остались то ну в смысле агрессивных не осталось но даже если мы в кого-то врежем себе кто-то разослится то мы от них и там или убежим или еще что то это самое начало куда мы приходили да вот тут вот были вот эти вот агрессивные дурочки но они уже лежат отдыхают у них уже все хорошо в жизни наконец-то упокоились так а фига ли дверь то закрыта кто кто-то ходит за собой двери закрывает вот мы сейчас быстренько вернемся за нашим напарничком дурочком тоже блин тем еще возможно мне его придется немного подхилить или чё посмотрим и так же нужно будет так это то что я думаю это развилка да то есть получается вот эта дверь да 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 все нам сейчас нужно будет сюда вот вернуться вот эту территорию по-быстренькому зачистить не захотела резко передумала со мной драться это вот это которая здесь агрессивная ходит мы в прошлый раз я когда переигрывал мы или никогда а нет это я не переигрывал уже тоже мы с вами на записи делали второй раз она ее здесь не было сейчас она что-то появилась вот разочек отгребла по лицу и решила что наверное лучше больше она не хочет этого делать все вот таким вот простым образом мы быстренько возвращаемся к нашему напарнику я сейчас его забираю и до исследуем я кстати что думаю насчет о привет ну чё я вернулся за мной ладно теперь покажи-ка мне свой инвентарь дружище мне нужно тебя немного приодеть а то ты меня наверное не узнал с такой кастрюли на голове пришел во первых что у тебя за сапоги режущие колющие точно такие же сапоги зря тащил ладно какой тебе шлем больше нравится красный или коричневый коричневый тебе оденем во хорошо вот и дадим тебе вот это оружие хотя мы сейчас с тобой пойдем и нормальную оружку тебе откопаем все будет хорошо теперь 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 вот сюда нет ну тут у нас хилка или сверху или снизу я сейчас вспомню сориентируюсь по моему сверху ай да ну хорош вот здесь у нас хилка лежит я сейчас тоже за ней быстренько схожу чтобы она у нас была на всякий случай это я кстати вот тоже пока просматривал записи понял что она просто реально здесь близкой нужно было просто подойти руку протянуть забрать тут у нас то в этом ящики ничего полезного нету слушайте так то у нас получается этаж залутан то есть нам сейчас вернуться зачистить ту маленькую комнатку тут я не знаю буду я бегать не буду я бегать как это все будет происходить вот мы это все с вами уже обходили в общем проблему не то чтобы проблема вот в чем дело мы с вами уже все это обходили и не только в а кстати в прошлом в этом прохождение давайте вот так вот сделаем у нас уровень качнулся надо его наконец-то прокачать потому что до этого я не был уверен что я выживу теперь я думаю что финт да качнем финт и что у нас там было п п прокачалась покой вот это вот мы осознание сейчас поставим на прокачку а что у нас тут массивный покой видите несколько целей в состоянии покоя одним заклятием ммм я бы наверное хотел бы осознание постоянное сканирование местности на наличие разумных требует непрерывность но непрерывность у нас вроде как есть теперь да вы там говорили что кастовать заклинание это 1 и 2 но вот они у меня на 1 и на 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 вроде как вот эта шкала может быть осознание эмм вы на расстоянии ощущаете всех разумных я думаю что это пассивка так маскировка скрой свой разум затрудняется обнаружение корма вот эта чудо полезной Да, да, хорошо Оно срабатывает, я могу навестись Пойдемте, теперь зачистим тот кармашек Черт, я не туда побежал Нет, най, най, най Встань, пожалуйста Он сейчас убьется на этом ежике К черту Идем Я просто хочу немножечко ускориться Из-за того, что я хочу ускориться, получаются Вот такие вот фейлы Посмотрим еще, кстати, по Сколько у тебя хпшки там осталось, дружище Как дела Отлично Отлично, хорошо, значит он получается здоров Я что-то переживал, что я его где-то там ударил Но, видимо, это я его ударил еще До того, как я сдох Грубо говоря, теперь он у нас без ранений И хорошо себя чувствует Потому что, вроде как, самоисцеляться Они тут не могут Поэтому мы несем полную ответственность За то, что происходит с нашим напарником И его здоровьем Так Это же мы в прошлый раз пробегали Ну, тут ничего нет Я заходил, смотрел Ну, давайте еще раз зайдем, посмотрим Тут у нас кружки, чашки, ложки Ау Здесь Тоже ничего Там у нас агрессивный чувак, вроде как, да? Ну, пойдемте Потому что там книжки есть И записка За это дают Очки Давайте зайдем Подеремся с ним Ну Ну, с таким мечом это не проблема То есть, реально С этим мечом Это становится уже не проблемой Это мы читали Не знаю Даже в эфире, по-моему Мы читали это раза 3-4 уже Сюда заходим Здесь у нас наручи Которые мы забираем Тут половинка Тут Да, эти лучше Наручи мы сейчас отдадим нашему другалю И книжка, которую мы читали Я пока все это буду подбирать Я знаю, что он потом нигде не пригодится Но, не знаю Мне что-то неспокойно Это здесь оставляется Ну-ка, стой Инвентарь На тебе наручи И запасное оружие На тебе бил Все Основное оружие Будешь ходить Сейчас мы тебе еще мечок раздобудем Вон там в соседней комнатке И в нашей жизни вообще все будет неплохо Меч Я когда первый раз играл Когда я первый раз увидел вообще меч На втором или на третьем уровне Я думал, что на первом уровне меча нету Но здесь, кроме того, что Он есть Таких еще штуки 3 есть примерно Да и опять же тот даггер из нычки Мы сейчас за ним обязательно тоже сходим Поэтому с этим не должно быть проблем Так Здесь у нас Вот в этой вот комнатке Есть дружище Который не очень дружелюбный Пойдемте поговорим с ним И у него тут лежит меч Поэтому Заходим Зачем ты меня Погорбута Так И у него что-то еще тут было неплохое Я помню Или мне кажется Нет, погодите Был жилет Жилет такой себе, кстати А почему такой себе? Он лучше, чем моя куртка Такой себе Разбрасываюсь тут Жилет такой себе Ага Так, на тебе Держи Подарок Один, половинка Один У него типа половина дробящего Но у него эти половины дробящего На сапогах Наверное, пока что и не надо Так, отлично С этим дружище мы поговорили Вообще, да Против вот этих вот Небронированных ребят Вот этот меч Заходит очень хорошо Где мы в прошлый раз Вот этот меч нашли Здесь Иди сюда Так Он же Он не деревянный Он просто старый Ржавый Но он не деревянный Держи-ка инвентарь Держи-ка меч Ну, то есть Ой, у него штанов нормальных нет Меч у него режущий Два с половиной И проникающий полторушкой Хороший баланс То есть Против Режущего два Чуть-чуть Все-таки получше Чуть-чуть Все-таки получше И он длиннее То есть Не будем забывать Что у нас Есть фактор Физического А сфигали Она закрылась Кто за мной Дверь закрыл Так И вроде как Во всех остальных Тут у нас Ничего не было Или внизу Там маленький офис Или что-то такое Давайте сейчас По-быренькому пороемся Вот Да Тут у нас баня Там у нас Скелет Который нельзя облутать Очень жаль Кстати Здесь Туалеты Там решетки Тут Решетки За решетками Нигде вроде ничего нет Вон там Интересный скелет Тоже лежит Какого-то животного Да И тут у нас Стоило С сундуком Кстати В сундуке У нас А Кожаный фартук Лежит Что неплохо Ботинки Тоже неплохие Кожаный фартук Это у нас Полторушка Режущего Тут у нас Режущего Полторушка Он кстати Прям хорош Да Давайте заберем Что-то я думаю Я думал Что я зря сюда пришел А наверное Не зря Ну-ка Инвентарь И мы тебе сейчас Отдадим вот эту жилетку Она просто У нее просто По-моему покрытие А хотя тут рукава Черт Тут Тут наплечники И рукава И зато тут Спереди открыто В общем пусть у тебя Обе эти штуки полежат Я пока что в фартуке Похожу В фарту В фарту Хе В фартуке Ладно Все Это местечко Мы с вами тоже лутанули Там одна комнатка осталась Мы сейчас в нее Быстренько зайдем С этим не будет У нас никаких проблем Они так Любят останавливаться Посередине Чтоб ты их обходил А потом обижаются Что ты их задеваешь Вообще красавчики Вот эта вот комнатка У нас еще есть И тут сундучок В этом сундучке У нас Что? В этом сундучке У нас еще одна жилетка Лежит У нас топор И кесет Да То есть Тут ничего такого Опять же Топор Я все-таки предпочитаю Чтобы У чувака был бил А не топор Ну такое Вот Ладно Да Отойди Хорошо Мы в общем-то На довольно приличной ноте Сегодняшнюю серию заканчиваем Она будет Более такой Нарезанной И всякое такое Но я постараюсь Сохранить Дух Того что здесь происходило Грубо говоря Вот И я не знаю В следующей серии Мы по сути этаж Уже исследовали И на это ушло Уже три серии Но зато мы увидели Много новых вещей Ты там живой? Нет Лично я для себя Увидел много новых вещей Насколько нам это Все помогло Не знаю Нет Ну пожалуй да Броня для головы Это штука важная И хорошо что мы ее нашли Теперь Нам Карту первого этажа Ну вроде как надо найти Она там где-то в тюрьмах Но мы все эти тюрьмы Уже обходили Смотрели И искали Карта у нас вообще По сути вот так выглядит Да И мы сейчас Ага Понял где мы сейчас Так Вот Это я к чему Что Давайте я наверное За кадром Сбегаю в ту нычку Со скелетом Заберу даггер Ну потому что Нам ничего не мешает Потом У нас остались Буквально еще Пара помещений Которые мы не исследовали Тайна которая осталась На первом этаже Все та же самая Что И до этого У нас еще в самой Начальной секции Есть запертая дверь Комната с двумя трупами Если вы помните И запертая дверь Вот как открыть Ту дверь Я до сих пор Не знаю Вот А так У нас тут есть Тюрьма Там есть нычка Мы туда заходили Забирали там меч Испытания мы прошли Скелета мы нашли Я думаю что С первым этажем У нас почти что все Я говорю что Я еще побегал Вот сейчас за кадром По тем территориям Которые мы уже обходили Вот И уже посмотрю С чего мы начнем Следующую серию А пока что Наверное на этом все Спасибо что были с нами Ведемся в следующей серии Всем удачи Добра Всем молодушек Всем пока До Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok